АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК Наступивший день станет особым для главы города Архангельска. Игорь Годзиш отмечает сегодня свой 47-й день рождения. У руля столицы Поморья Игорь Викторович встал менее года назад. До осени 2015-го он работал в правительстве Архангельской области. Стоит обратить внимание на один достаточно говорящий факт. На предприятии «Севмаш» Игорь Годзиш проработал 21 год, пройдя путь от рабочего до главного энергетика. 4 декабря 2015-го он вступил в должность главы Архангельска. И за это сравнительно небольшое время уже видны результаты его работы на посту городоначальника. Сразу несколько серьезных ДТП произошли в Архангельске за последние часы. Сегодня в полдень местом аварии стал перекресток улицы Поморской с Тройским проспектом. По главной улице двигался автомобиль «Шевроле». Его водитель попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В это время уже начал движение, выезжая на троицкий автомобиль УАЗ, в котором ехали инкассаторы. Столкновения избежать не удалось. Броневик перевернулся и загорелся. К счастью, никто серьезно не пострадал. Инкассаторы очень оперативно стали покидать машину, при этом даже успели захватить с собой деньги. Все люди были отведены в сторону, граждане нашего города очень ответственно отнеслись к этому, помогли всяким пожилым людям покинуть эту зону. А накануне вечером в аварии погиб 18-летний водитель. Трагедия произошла в Высокогорском округе. Выезжая из придомовой территории, рулевой «Шевроле Лачете» не заметил, как вблизи него по главной дороге ВАЗ-2114 на большой скорости обгоняет другой автомобиль. В результате столкновения водитель отечественного авто погиб на месте. Еще три пассажира получили травмы. Сегодня в Архангельске состоится презентация молитвослова, напечатанного шрифтом Брайля, который позволяет читать незрячим людям. Авторство издания принадлежит Архангельской библиотеке для слепых. Презентация молитвослова пройдет в Творческом зале областного дома молодежи. Самый большой художественный смотр страны. Так можно охарактеризовать выставку «Лики России», которая откроется в Архангельске в начале декабря. 90 региональных отделений Союза художников от Камчатки до Калининграда представят живописные полотна, скульптуру, графику. Конечно же, северяне смогут увидеть и работы архангельских мастеров. Экспозиционные пространства оживят лекциями, мастер-классами и искусствоведческой конференцией, на которую приедут, например, эксперты из Русского музея. Уберечь лес от огня. На подготовку к будущему пожароопасному сезону из бюджета Архангельской области 2017 планируется направить более 160 миллионов рублей. Это больше, чем аналогичные цифры года текущего. Задача, которую преследуют региональные власти – сохранить объемы финансирования, которые идут на охрану лесов. В противном случае огонь может нанести серьезный ущерб. Стоит отметить, что основная нагрузка по обнаружению и ликвидации возгорания в лесах Поморья возложена на единый лесопожарный центр. Перед тем, как выйти на улицу, обратите внимание на то, что сейчас в Архангельске морозно. Температура минус 12 градусов воздуха. Впрочем, по ощущениям намного холодней. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин